Меня зовут Савирин Никеев, я из клуба 5-й кирасирский полк Великой Армии. Клуб квартирует в городе Москве, но я из Санкт-Петербурга. Так, что сейчас на мне расскажите, пожалуйста. На вас, в общем-то, основные предметы снаряжения французских кирасир эпохи Наполеона. Защитная кираса, благодаря которой мы и получили свое название кирасиры. И вот такая каска, кирасирская каска с латунным гребнем и не спадающим конским хвостом. Каска это самая неудобная вообще. Я не понял, как воевали люди. Потому что, чтобы вы понимали, друзья, сейчас дует ветер и меня просто пытаются сломать мне шею. Это же невозможно. Я же еще должен сидеть на лошади при этом, скакать. А если встречный ветер, то мне перелом позвоночника гарантирован. Тут на самом деле каска просто не подогнана по размеру. А зачем такая красота? Какой функционал во всех этих перьях? Я понять не могу. А в том-то и дело, что здесь на самом деле нет ни одного декоративного элемента. Чисто декоративного. Здесь все служит чему-то. Ни одной бесполезной вещи здесь нет. Потому что вот этот конский хвост, который очень эффективен, эффектно развивается на скаку, защищает шею от рубящего удара. Особенно если его сплести в копну. Латунный гребень. Вот это защита? Это защита шеи. Если я ее заплету еще и в косу, допустим, то защита... Защита и свойства только увеличится. Ага. Так, ладно, хорошо. Вот это вот шерсть меха на копыта похожа. Это для чего? Это медвежий мех. Потому что те подразделения, которые считались во французской армии элитными, они так или иначе имели где-то в своем снаряжении, в своей экипировке медвежий мех. Либо это гренадеры, у которых высокие медвежьи, шапки меховые, либо кирасиры, у которых медвежьим мехом отаращивался, в общем-то, аколы шкаски. Вот эти, вы сказали, все функционально перья, какую функцию выполняют, ну кроме того, что это похоже на концерт Киркорова. Вот так. Я за тебя умру. Я ростом не вышел, а так вполне себе Киркоров. Зачем это? На самом деле у этого красного перьевого султана есть и своя практическая функция. Он не только красивый сам по себе, но цвет султана свидетельствует нам о том, что это, во-первых, представитель элитного подразделения, а во-вторых, представитель нижних чинов. Потому что у офицеров этот султан, у офицеров кирасирских полков, должен быть красный. Ну, грубо говоря... Должен быть белый, белый. Это погон, да, я так понимаю, что в какой-то степени это функция погона. Там петлички, может быть. Скажем так, функцию отличительных знаков несут на себе многие детали снаряжения. И султан далеко не единственный. Он в том числе, но не единственный предмет, по которому можно идентифицировать подразделения, звания солдата, его должность. Так, идем вниз. Кираса, это что-то средневековое, мне кажется, такое. Это только кажется, что она средневековая. На самом деле, это французская кираса образца 1809 года. В 1812 году точно такие же были приняты на вооружение и в русской армии. Затем только отметим, что в русской армии кирасы покрывались черной краской.